На первый взгляд вполне обычное мероприятие по развитию инфраструктуры и экономического потенциала области. Но открыв буклет с названием «Экономический паспорт региона» становится понятно. В Самаре не только самые красивые девушки. По привлечению инвестиций и развитию внутреннего туризма регион занял восьмое место среди 40 субъектов Российской Федерации. Ежегодный рейтинг российского ивент-рынка представил научный центр R&C. Эксперты учли все факторы, начиная от внешней привлекательности региона, заканчивая реализацией крупных инвестиционных проектов на территории области. «Самое главное в любой локации, в любом городе – это люди. Здесь просто прекрасные люди. Они располагают. И, собственно, мы хотим и готовы приезжать в ваш регион». Соглашение между правительством Самарской области и Ассоциацией национального конгресс-бюро заключили в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума. Благодаря развитой инфраструктуре, богатому культурному и историческому наследию губерния у региона хороший потенциал для организации и проведения мероприятий самого высокого уровня. Несколько крупных инвесторов уже изъявили желание работать на территории области, сеть косметических товаров и организации по проведению городских праздников. В разработке сейчас находятся проекты по улучшению транспортных развязок, строительству отелей и ресторанов, как в черте областного центра, так и за его пределами. Планы инвесторов немного нарушает нестабильная обстановка, связанная с пандемией. Но желание спонсоров реализовать крупные проекты сильнее любой непогоды. Я уверен, что после нормализации ситуации и отмены ограничений мы сможем вернуться к нашим наработкам и сделать все, чтобы задуманное воплотилось в жизнь. Сегодня, объединив наши усилия, мы проводим эту стратегическую сессию, на котором участники смогут познакомиться с опытом и достижениями специалистов из других субъектов Российской Федерации, обсудить проблемные вопросы, выработать стратегию развития событийной отрасли нашего региона. Как и никогда сейчас актуально в условиях закрытых границ, нам просто необходимо развивать и представлять нас. Немаловажную роль в исследовании экспертов сыграли туристическая привлекательность и транспортная доступность региона. В лидеры традиционно вышли Санкт-Петербург и Екатеринбург. На одну позицию выше поднялась Казань. В состав ТОП-10 с существенным улучшением показателей вошли Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск. Национальное конгресс-бюро было создано с целью объединить профессиональных игроков рынка индустрии встреч для обмена опытом и продвижения регионов России на внутреннем и внешнем рынке. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Ольга Павлова, Николай Епифанов.